Опа! Сейчас переведу. Привет, ребята! С вами Джон Ривз Лайф. И сегодня мы будем слушать Димаша. И я очень-очень взволнован. Мэй, большое тебе спасибо за то, что ты предложила мне эту песню. Эта песня называется «Грешная страсть», и это очередное живое выступление. И в нём мне это нравится. Жду не дождусь начала этой реакции. Если вы тут впервые, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк и поделитесь этим видео со всеми знакомыми. Мне всегда нравится его сцена. Они всегда красивые. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Его голос просто всегда требует твоего внимания. Каждый раз, когда я слышу его, и даже в такие моменты. Допустим, здесь. И вот он очень спокоен, но его голос, он как бы на переднем плане. И он затягивает тебя задолго до того, как он вообще начинает использовать свои техники с диапазонами и так далее. Этот его низкий голос, его естественный голос, он затягивает тебя и забирает твоё внимание. Я люблю это. Ну да. Дай мне, дай мне, долгим огнём пылать во мгре и ненасте. Ну да. Дай мне, дай мне, ночь и днём сгорать в костре грешной стены. Мне нравится текст. И вокруг тишина Забыты звуки, руки, лица Мне нужна только ты одна Это уже такой вайб, текст песни, то, как он поёт. Он очень сдержан. Он ещё не начал усиленно петь. Но в то же время это звучит очень хорошо, с таким хорошим контролем. Всё, что он делает, очень гладко, наверное, слово, которое тут нужно использовать. «Грешная страсть» — это хорошее название для этой песни. «Грешная страсть» — это хорошее название для этой песни. «Грешная страсть» — это хорошее название для этой песни. Да. О, Боже мой. Это было так круто. Здесь он использовал свой голос как инструмент. Я знаю, что это звучит немного странно, но он использует свой голос как струны, как виолончелист или что-то подобное. Ну, точно больше, чем обычный вокалист. И я думаю, что это очень хороший способ использования своего голоса. Я не знаю, куда он дальше пойдет с этой песней, но теперь он как бы может позволить себе петь высокие ноты, не искажая ваш слух, потому что он только что это сделал. Его голос буквально звучал как скрипка. И теперь, когда он начнет петь, он может петь в этих высоких регистрах или даже пойти еще выше. И для слушателя это не прозвучит резко. Мне нравится такая идея. Мы можем послушать эту часть заново, потому что я не могу просто пройти и не послушать эту часть заново. Это было просто безумием. Мы возвращаемся обратно. Я очень извиняюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это так круто, то что люди могут встать, подойти к сцене и просто отдать ему цветы. Это так круто. Каждый раз, когда я смотрю видео с Димашем, я думаю, а как он еще может меня удивить? Потому что я уже говорю, что он лучший вокалист. Но потом, когда он начал делать эти переломы в своем голосе, я никогда не слышал, чтобы кто-то это делал с техникой вот таким образом никогда в своей жизни. И это было просто безумием для меня. Наверняка, когда он начал работать над этой техникой, он подумал, что это просто следующий уровень техники. Было ощущение, будто он взял очень много техник и собрал их воедино. В какой-то мере это было похоже на вибрато, но его голос полностью останавливался. А вы знаете, как это называется? Потому что я об этом никогда ничего не слышал. Но даже до этого я говорил себе, что это невероятное выступление. Мне нравится его голос в этом нижнем регистре. Мне это очень сильно понравилось. Потому что там его голос звучит очень хорошо и очень гладко. Идеально. Когда я говорю, что он играется в этих регистрах, я имею в виду то, что он наслаждается тем, что он делает. Это было невероятное выступление. И снова же, перед каждой реакцией, я думаю, это будет круто. Но он всегда превосходит мои ожидания. И у человека должно быть очень много таланта, чтобы удивлять кого-то постоянно. Да, снова же, спасибо, спасибо всем большое за ваши предложения. Спасибо всем большое за просмотр, за то, что вы слушаете мои переводы, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Да, на этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok